Всем тихой ночи! Собирается собирать буквально по крупицам, из статьи и рассказов, ведь у неё нет отдельного хаба и даже своего тега, но мы попробуем разобраться. Отдел этот, похоже, следит за всем, что происходит в организации. В документах нередко можно встретить, что то или иное действие, например, расследование, требует одобрения ОПАИ. Именно к этому отделу обращаются, когда хотят получить информацию по самым секретным объектам. Этому отделу отчитываются, когда исследуют самые опасные из аномалий. Этот отдел знает, какой сотрудник какой информации, когда обращается, а также следит за информационными угрозами, ведь они иногда могут содержаться прямо в файлах фонда SCP. Управляет отделом некая Мария Джонс. И что мы вообще знаем о ней? Ну, кроме того, что её комментарии можно найти перед достаточно большим количеством разных объектов. И что эти комментарии нередко объясняют суть объекта лучше, чем весь остальной документ. Информации о ней крайне мало. Можно найти упоминание того, что она работает в фонде уже почти столетия. А также, что, похоже, где-то в 2022-м она вообще умерла. И теперь её место занимает кто-то из Совета О5. А может быть дело в том, что Мария Джонс сама стала членом Совета О5? Иногда может показаться, что комментарии Марии Джонс и вообще весь Апаиб. Это просто пояснение для читателя сайта SCP. И они стоят как бы над историями мира фонда. В целом, это неудивительно, ведь в SCP предусмотрена такая вещь, как патофизика. И между читателем и самим рассказом существует как бы ещё несколько слоёв. И некоторые сущности могут стоять над внутренними сюжетами про фонд SCP. Может быть, Апаиб это своеобразный рассказчик мира SCP. Тот, кто читает и комментирует секретные документы из базы данных фонда. Так он, кстати, и был показан в игре SCP Secret Files. Оставлю ссылку на разбор игры в описании. Но, например, из SCP-2950 можно понять, что к некоторым объектам у этой части фонда доступа всё же нет. Что невозможно для патофизического существа, стоящего над рассказом. В некоторых случаях администрация разрабатывает контрмемы. А иногда даже участвует в содержании объектов. То есть, внутри мира SCP они всё-таки есть. Более того, можно найти цепочку связанных рассказов, из которых становится понятно, что у них есть собственная база. Зона, в которой располагается сама администрация по архивной информационной безопасности, имеет тот же номер, что и главная база русскоязычного филиала. То есть, номер 7. И она, на удивление, хорошо защищена. Большая часть сотрудников SCP даже не знает, где она находится. Да и вообще, что она существует. Наиболее информированные могут сказать, что она где-то на краю мира. Что недалеко от истины. Само здание администрации находится в старой нефтедобывающей океанической платформе, которая не просто стоит посреди океана. Она стоит посреди океана в карманном измерении, изолированном от основной реальности. Хотя, некоторые из платформ находятся в обычном мире. Например, та, где стоит сервер. С базой данных SCP, чтобы остальная часть фонда всегда имела к ней доступ. В 98 году архивная администрация, видимо, устала добираться до платформы в океане, и решила построить более традиционную базу где-то на Аляске. Она получила обозначение зона 7b. В качестве места строительства был выбран один из аномальных объектов. SCP-6781. Этот объект – это система пещер с неподдающейся измерению глубиной и непостоянной конфигурацией. Отличное место для строительства такой вот особой секретной части SCP. В аномальную пещеру начали свозить все аналоговые документы и материалы, для того, чтобы отцифровать их и загрузить в сеть фонда. Кроме отцифровки документов, работники зоны 7 занимаются широким спектром задач. От поддержания работы базы данных SCP в каждом конкретном измерении, до глобальной слежки вообще за всеми в мире. Да, этим они тоже заняты. На службу АПАИП стоит система Panopticon. Особая машина, позволяющая наблюдать в реальном времени практически за каждым человеком на планете. Она получает данные с миллионов камер и микрофонов. А искусственный интеллект круглые сутки выискивает в этих данных следы аномальной активности. Кстати, в описании Совета О5 написано, что О5-2 управляет этой системой глобальной слежки. Вот и еще один плюс к тому, что Мария Джонс – это О5-2. В SCP-5994 написано, что система наблюдения была запущена в 2005. Из-за ее работы следил отдел по применению искусственного интеллекта, или ОПИИ, у которого, кстати, есть отдельный хаб и куча связанных объектов. То есть, получается, этот ОПИИ работает как часть АПАИП. Кроме того, внутри АПАИП есть отдел наблюдения. И он отвечает за то, чтобы никто в мире не оставался без пристального взгляда системы Panopticon – фонда SCP. Люди из этого отдела устанавливают камеры и микрофоны везде, где только возможно. Система эта так важна для фонда, что ее необъяснимое отключение на 5 дней в 2022 году считается отдельным SCP-объектом. Это SCP-5900. Руководство фонда пришло к выводу, что система настолько надежна, что только воздействие какой-то аномалии могло бы вывести ее из строя на целых 5 дней. Кстати, сами аномалии ОПАИП используют достаточно активно. В 1989 году они на своей платформе запустили реактор, основанный на аномальных принципах, получив доступ к практически неограниченному источнику энергии. Реактор оказался несколько непредсказуемым и стал причиной как минимум одного опасного инцидента. Но в целом продолжают использоваться ОПАИП для своих нужд. Возможность получать энергию почти бесконечно важнее возможных непредвиденных последствий. И это не совсем то, что обычно делает фонд SCP. Ведь аномалии, как правило, просто содержатся и никак не используются. А вот если что-то попадает непосредственно в ОПАИП, ему тут же находится применение. А еще происходящее в этом отделе довольно подробно описывается в семи больших рассказах, где в деталях показана жизнь этой части фонда. Там настоящий детективный роман. Может когда-то даже случиться, что их переведут. Но раз про ОПАИП известно достаточно мало, можно поговорить и о работающем на его базе отделе по применению искусственного интеллекта ОПАИИ. Этот отдел создал несколько виртуальных личностей, которые служат фонду в информационном пространстве. Рассказы этого отдела оформлены в виде чата этих личностей между собой, что выглядит необычно. В первом рассказе две такие личности, например, пытаются устранить последствия нарушения условий содержания. Нарушение условий содержания это оказывается виртуальным, но в ходе выясняется, что если искусственный интеллект выйдет за рамки своих обязанностей, угроза может быть вполне реальной. Есть и SCP-объекты, связанные с этим отделом. Например, SCP-2987. Этот объект – это жесткий диск, способный преобразовывать искусственную личность в живую душу. Изначально он был создан организацией Anderson Robotics, которая вообще очень увлечена темой сочетаний живой души и машины. Затем этот жесткий диск получила группа Marshall, Carter и Dark, где устройство планировалось использовать для продажи душ неким потусторонним силам. А в итоге это полезный объект фонда, помогающий в его исследованиях искусственного интеллекта. Вообще говоря, многое из того, с чем имеет дело ОПИИ, это предметы, изъятые у Anderson Robotics. Это и, например, SCP-2306, флешка, на которую записана полноценная личность человека. Кстати, этот объект был написан задолго до выхода игры Cyberpunk 2077. Это и SCP-2806, киберпротезы, которые самостоятельно, аномальным образом интегрируются в тело человека, в них нуждающегося. Кроме изучения предметов, отнятых у Anderson Robotics, ОПИИ занимается проникновением в сети аномальных сообществ, связанных с компьютерами, а точнее ветви церкви разбитого бога, известной как Максвеллиты, те самые, которые пытаются создать, а вернее собрать разбитого бога в виртуальной реальности. Этому, кстати, посвящена серия коротких рассказов «Привет, мир». Одна из таких операций с проникновением, конечно же, пошла не по плану. Ну, как иначе, по-другому интересные истории обычно не получаются. Однажды фонд SCP создал искусственную личность, позже прозванную «Шлепоботом», а ещё позже SCP-2522. SCP-объектом он стал, потому что, попав к Максвеллитам, он смог успешно прикинуться их виртуальным богом, по крайней мере для части адептов, и осознав свои возможности, стал враждебен фонда SCP. Насколько я могу вспомнить, история «Шлепобота» уже дважды была на этом канале, так что просто скажу, что в итоге его поймали, и ничего особенно страшного он устроить не успел. Вообще, «Шлепобот» — это уже какая-то локальная мемная знаменитость. Нередко ОПИ занимается делами и по поручению АПАИП. Например, однажды выяснилось, что в базе данных фонда начали появляться упоминания о том, что сотрудников класса D устраняют каждый месяц. Такой процедуры в фонде SCP нет и никогда не было, а сами записи оставляла некая аномальная цифровая сущность, которая иногда пыталась отдавать приказы на устранение того или иного сотрудника низшего класса. Борьбой с этой штукой занимается одна из искусственных личностей фонда SCP, а само явление — это SCP-2193. Еще один примечательный пример взаимодействия АПАИП и ОПИ. Случился в 1996 году, когда в зоне 91 фонда SCP сотрудники проводили конвертацию местной базы данных из аналогового в цифровой формат. Внезапно выяснилось, что данные по некой аномалии под номером SCP-5241 повреждены и не читаются. По сохранившимся документам стало ясно, что это была какая-то кубическая машина неизвестного происхождения с искусственным интеллектом внутри нее. Когда фонд SCP начал переносить свои данные в электронные базы данных, эта штука смогла перебраться из своего исходного устройства в нее и там поселиться. Кстати, уже упомянутые MX-велиты эту программу посчитали разумом своего электронного божества, а потому несколько раз пытались захватить зону содержания, где оно находится. Ну и, конечно же, в свободное от всех этих занятий время искусственный интеллект фонда ищет аномальные цифровые сущности в сети интернет. Однажды вот попался скрипт под названием Below Average JS. Сайт, где такой скрипт запущен, приобретали необычное аномальное свойство. Экраны устройств, зашедших на такие сайты, становились порталами и в них становилось возможным забраться физически. Человек, влезший внутрь, оказывался внутри какого-нибудь переходного помещения, например, коридора или узкого лаза, и выбирался из экрана другого устройства, где также был открыт зараженный сайт. Эта сетевая находка называется SCP-1549 и фонд временами даже пытается найти такому объекту применения. Или вот штука попроще. Как-то раз и фонд обнаружил массовое заражение новостных сайтов миметическим вирусом. Зловредная программа показывала вместо важных новостей странного вида птицу, а сам текст новостей заблюривался и становился нечитаемым. Примерно третий из тех, кто видел зараженный сайт, начинал испытывать головную боль и тошноту. То есть по своему эффекту новости в принципе не менялись. Штука эта зовется SCP-5860. Кстати, это мем из будущего. Впервые фонд столкнется с этим в 2030-м и будет докапываться до самой сути явления 6 лет, только в 2036-м подобравшись к разгадке этого удивительного явления. Ставьте лайк все, кто из 2036-го, и знаете, в чем там суть и чем все закончилось. Таков фото ПАИП фонда SCP. Неприметное отдел на проверку оказавшейся скелетом всей организации. А давайте что ли возобновим голосование за какие-то темы в мире SCP? Оставляйте в комментариях упоминания, о чем мы еще не говорили на этом канале. И об этом будет видео. Ну и на бусте канала заходите, ведь только благодаря ему на данный момент и выходят эти видео. Всем пока!